Для бойцов на передовой шьют маскировочные халаты, мастерят носилки и изготавливают окопные свечи. Работа волонтеров общественно-патриотического движения ЗОВ в Сургуте сейчас востребована как никогда. Не хватает даже рук для того, чтобы выполнить все заказы. В ряды добровольцев сегодня ждут помощников. Репортаж Светланы Круковской. Качество непредрации под микроскопом строчки идеально ровные. Шьют с особым трепетом. Эта мастерская не совсем обычная. Здесь отшивают тактические носилки, подсумки и маскировочные халаты для российских солдат. Швильный батальон состоит в основном из волонтеров женщин. Сейчас как по-другому там можно. У всех знакомых, у всех друзей, у кого-то отцы, у кого-то сыновья. Надо же, чтобы оно качественно было, чтобы оно не расползалось после первого же раза, когда оденешь. Надо, чтобы все это было. Может, для своих шьем. Для своих мальчиков, которые там. Занимаются изготовлением и окопных свечей. Они необходимы солдатам в полевых условиях. Сыргутский тыл не остался в стране. Тысячи женщин не по принуждению, а по зову сердце взялись за спицы и сели за швейные машинки. Сейчас важна помощь каждого. Им сегодня мы помогаем. Вот этот пусть мал, пусть небольшой цех швейный. Но это чисто для них. И я думаю, что это святое. Это и в годы Великой Отечественной войны. И сегодня этим нужно заниматься, нужно помогать. Активно нашим бойцам помогают сейчас и в территориально-общественных самоуправлениях. Предоставлены помещения именно на безвозмездной основе. И территориально-общественное самоуправление локально в городе для удобства наших жителей, которые оказывают поддержку, собирают гуманитарную помощь. Если 200 человек пожертвуют по 100 рублей, можно будет купить три буржуйки, подсчитали активисты общественно-политического движения ЗУФ. Они собирают и денежные средства на нужды российской армии. Но не хватает и рабочих рук. Помочь можно делом. На дому у нас есть женщины. Мы всегда готовы расширить этот штаб. Мы обеспечим их работой. Но в мастерской здесь стоит промышленная машинка, которая позволяет шить то, что нельзя на бытовой. Поэтому у нас есть заказы, которые мы должны отшить. Нам не хватает швей именно в швейбат. Занятость не на полный день. Достаточно будет и несколько часов посвящать доброму делу в швейном батальоне. Светлана Круковская, Вести Югория, Сургут.